Давайте смотреть. Швед один из лидеров группы. Вау, у шведа Борак. Обама! Ужасная шутка. Так вот. Макса стадиона, девочка Бладвайзер, Борак Обама. Окей, давайте смотреть. У шведа еще не все игроки уплыли на пенсию, но команда потихонечку схлопывается. Жалко, что после ухода на пенсию не дают каких-нибудь денежек на выкуп игроков. Ну, че поделать. Нет, не стримили Бердман. Так. Удар Клоусой. Мишка получает в лицо. Мишка уходит отдыхать. МНГ. Не лечим. Правильно. Стар для шведа неплохой. Да, всего лишь... Всего лишь минус один. Ну, ладно, сейчас еще, может, гард выбьет. Но в целом это важный минус один. Да, к сожалению, только один пробой, хоть и с минусом. Но по факту, по факту, это, как бы, очень сильно в силовой борьбе теперь проседают цыгане. То есть, вот, после такого сценария, после такого сценария, это не рерол. Правильно. После такого сценария цыгане не смогут совсем нагло драться с хаоситами. То есть, у них вроде много гордов, ну, относительно много. А, нет, слушайте, у них уже всего два горда. Три горда. Три горда. Нет, тогда это очень важный минус. Тогда цыгане могут только делать вот такие вот соло-блицы с ПО и цыгане при этом могут давить на мяч. На этом сценарии их игры заканчиваются. Честно сказать, вообще у цыган-то ситуация не ахти. Я хочу сказать, что как-то так трудновато будет. Ну, и хорошо Бёрдинг. У нас вот следующий круг сала должен быть очень интересный. Там вверху сала собрались товарищи. Ну, у шведов, в общем, довольно несложное прикрытие меча. Вообще, в целом, вкладка была нужна для того, чтобы не получать молнию в топового козла. С другой стороны, топовый козёл уже скоро уходит на пенсию. Вроде бы даже после этого матча. Так что, может, и не стоило его беречь. Чёрт его знает. Весьма неочевидная ситуация. Мячик плюс-минус прикрывается расстоянием, а швед ещё и качается. Кстати, у воина с подкатом 175 опыта. Он как никогда близок к тому, чтобы стать легендой. Окей. Пошло прикрытие. Очень плотненько встаёт швед. Но он может себе это позволить, потому что не будет никакого этого. Хорошее проталкивание, кстати. Аккуратно сыграно. Даже не стал повошить. Он скорее испугался, что у него жнигла. Если он сразу делает травму, надо прыгать от подкатера. А рерол на это тратить не ходит. Короче, осторожно сыграл. Да не, ну просто хотя бы возмещение какой-то денег от лиги было бы. но ладно. Просто уходит, уходит и грустно как-то. У тебя денег нет, ничего нет. Один сплошной пасос и все. Правильный блиц. А, да, в убиватора. Правильно. РР. Ох, хороший хаоситский РР. Сочный. Попытка выбить неглу абсолютно правильная. Да, не получилось, но по сути тут кого надо бить? Вот этот гард плюс-минус до него далеко бежать прикрыт. Вот этот парень с агилой, которого хочется выбить и все. Там больше особо некого стучать. Может быть, конечно, еще рычкарь. Народный рычкарь. Так. Кажется, цыгане приготовились, ребят. В общем, да, цыгане поехали на дело. Прыжок для 2D. Ой! Вот самое поганное, когда у тебя обламывается первый, самый простой момент. Это самый простой момент. Теперь опасно. Потому что если он сейчас не прыгает, то тут прям габелла. прыгнул. Выбил. Очень важен скатер. Фент в тему. Скатер очень тоскливый. Скатер, который тяжело разминировать. А его даже не пытаются разминировать. Удивительно какая-то аккуратная игра от привета. Его спасли, но как-то плохо Негла Нафл наказывает Цыган за то, что они Не максималисты Нафл любят только цыган-максималистов Показал просто Секунду страха и сразу Еще и пошел пробой по цыганам Удивительно аккуратно здесь играет швед Я может быть даже плюнул бы И блицанул бы в крепкие руки А может быть даже в убиватора Странно, что он побоялся Бить бараком Мне кажется, что Вроде как Жизнь позволяла Очень опасный момент Очень опасный момент Сейчас прикрытие меча не ахти Очень похоже на мага Очень похоже на мага С другой стороны Вот это приятный минус Цыган как-то кетчеров маловато Чтобы уйти отсюда Куда они уйдут то Ну вот не знаю Ну да, фаер Ну фаер ладно Фаер уже отбил себя по-любому Минус кармору И швед лечит Ну швед Ну он же и так на пенсию уходит Зачем? Скаттер кстати Условно удачный Только сейчас мяч выбьет И очень многое будет зависеть от того Куда уйдет Нет, если на победу аптека То ок Но швед скорее всего Сделал это чисто Из-за Ностальгических чувств Последний раз Швед также спасал От смерти своего Ультра инвалида И Окияма Я поэтому стараюсь Играть на Регине Чтобы это Чтобы не надо было Беспокоиться Играешь на Регине И не боишься Приятный минус Цыганам будет тяжело забить Игроки кончаются Реролл стрелок При наличии Стримбола Дело было не только В реролле стрелок Я думаю не хотела Хотел улучшить шансы При На подборе Все остальное Чтобы не было Игрока на мече Понимаешь Это было жадновато Но я бы не назвал Это прямо Очень плохим мувом Это просто было жадно Уфиста против Рутури стримил Рекомендую посмотреть Хороший матч С одним странным моментом А вот теперь Начинается МЗС Ну не совсем МЗС Все Вот ключевой момент Вот здесь Тут надо прям Обязательно Сейчас прыгнуть Или прокидать Кучу ГФИ Еще Нет не будет ГФИ Ну Вообще не удивится Если швед сейчас Кинет 5 плюс В выталкивание Ой 5 5 плюс В мяч То есть сейчас Просто будет Вообще подкат А можно подкат Плотно Нет подкат Плохо А маг Я забыл о маге Маг Ну Скаттерс мага Ну ладно Играбельный Играбельный Окей Я забыл о маге Я забыл о маге Мой косяк Я о маге забыл Маг Самый лучший вариант Это точно Сейчас будет Блиц в стрипбол Я правильно понимаю Подбор воинам Блиц в стрипбол И клетка Да Да Все верно В идеале Вообще У контрапупить Стрипбол Ну Пробой устраивает Если сейчас Воин поднимает Швед уже не пропускает Скорее всего Вопрос Успеет ли занести Вообще Такой размен Магами Он конечно В плюс шведу Скорее всего Если швед забьет Если швед забьет То это для него Выигрышный Сценарий Опасный Блиц Очень опасный Ну Не знаю Сейчас Как-то Многовато Ударов Получает В этот момент Привет У меня почему-то Хочется Воспомнить Группу Дюна Знаете Вот эту Вот их Песенку Насчет Привет С Большого Бодуна Хорош У них Душевная Песня Если Было Б море Водки Стал Б я Подводной Лодкой Если Было Б море Пива Я бы Стал Дельфином Ну что-то такое Я плохо Помню В моем детстве Прямо у них Самая популярная Песня Была Коммунальная Квартира Вот так вот Повезло Кстати Что опять Мне кочурился Блицер Ему пока Очень везет Встает На перехват Только для этого Надо было еще ГФИ кинуть По идее Опа Подкат Подкат Ах Убежал От подката Ладно Ладно Окей Да Швед Хорошая душа Я бы Дельфином Стал красивым Да Да Точно Ну что-то Прикрытие Какое-то Такое Вообще Стоило ли Это прикрытие Чтоб Получить Трикуба Атакла СМБ Лол Да ну Если уж Ты пошел На дело Надо было Идти до конца А это Какой-то Ноу Болс Вариант Ну ладно Там порядок действий Должен был быть Немножко другой Ну ХЗ Ну вопрос Получится Одну клетку Швед выигрывает Ну Я вру Две клетки Две клетки Плюс мув еще Так Рерол Обязательный Включу Момент Драйва Если Швед Забивает То Привет В полном Говне Да Он не упрыгнул От подката Это ошибка Это совершенно Точно Большая Ошибка То есть Ну Так Так Привозить Конечно Не стоит И Теперь Кстати За счет Того Что РРов Нет Вантернет Здесь Весьма Не Простое Занятие Ну Что-то Как-то Выглядит Очень Грустно Привет Немножко Ошибся Серьезно Как бы Игра Может За это Наказать Ну Еще Игра Уже Наказала В принципе Как я Смутно Догадываюсь Цыгане Плюнули И он Все равно Дал Два Куба Ну Мне Смутно Кажется Мое Личное Предположение Что Привет Тильтанул Не могу Сказать Наверняка Но Очень Похоже На Тильт То есть Я думаю Что Гол Шведа Он Так Ну Поддобил Привета Не могу Сказать Наверняка Но Мне кажется Гол Шведа Поддавил Поддожал Привета Морально Я так Думаю Мне нравится Локай Что это Говорит Хаосит Который Сыграл Просто Хренову Тущу Игры Такой Да Я тоже Не всегда Могу Найти Трику Батев Че Извините Пожалуйста В принципе Мы все Понимаем Лока Немножко Особенно Те Кто Играют Пару Дней В Игру Всего Надо Понять И простить Кто 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 Из нас Не без греха Киньте В него Камень Ну Просто Зачем Тогда Так Забегать И еще Кидать Лишний Додж Который Мог Кончиться Даблой И так далее И тому Подобное Я говорю По ощущениям Привет Просто На тельте Притом На довольно Таком Чувствительном Тельте Я конечно Не скажу За всю Одессу Но Это чисто Мое Предположение То есть Он Он начал Тельтовать В момент Когда Швед Магом Выбил Мячик Подобрал А окончательно Тильт Тильт Пошел В момент Гола Вот Когда Швед Забил Гол Там Прям Видно Что Человек Немножко Стал Хуже Играть Не зря Один Мудрец Бородатый Говорит О том Что Психология В ББ Даже важнее Некоторых Других Вещей Отчасти В этом В этом Довольно Много Правда Меченосец Казалось У него Уже Так Приличный Игр Ну Ладно Окей Окей Может Я не прав Мне казалось Что Он Уже Близок У тебя Там Типа Подкатер По-моему Еще Один Варьор И вот Этот Ну Швед Кстати Как сказать Один Из самых Бережливых Тренеров Хаоса В Хорошем Смысле Швед Как-то Держит Инвалидов До последнего Там Дает Всем Там На пенсию Уйти Швед В этом Плане Прям Милосердный Правитель Правда Еще Один Пенсионер Который Подкат Стал Легендой Да Он Должен Стать Легендой Да Стал Точно Молодец Я Вообще Чувствую Что Швед Такими Темпами Станет Самым Большим Мастером По Приведению Легенд К пенсии То есть Это Будет Уже Вторая Пенсия Легенды Там Может Еще Будет Третья Пенсия Легенды Вот А Ну да Так что Швед Может Доску Почета Делать Маленькие Хаоситы Будут Приходить Знакомиться Со старыми Опытными Легендами Шведа Садиться Им на коленки И слушать Рассказы О Уничтожении Крыс Ельфов И Все остальное Падали Ну вот так Вот Это очень Милая Будет Рождественские Истории Шведа С рассказами Про массовое убийство Резню И все Такое В принципе С учетом Так себе Кубов Шведа Есть вполне Реальные Шансы Посталить У Привета Но если Привет Хочет поиграть На победку А учитывая Что у него Одно Очко После трех Матчей Вот То может Уже и пора Сложный Вопрос Рычка Играет Как не хватило Одного Это цыгане Будут Рассказывать Ай А теперь Ведь надо Прыгать Еще А Ай О Ты Пойман За руку Как Дешевка Ну тут Скорее За ногу Пойман Но Вот это Похоже Конечно На Конечную Вот это Было Настолько Неожиданно Плохо Что Я Чет ХЗ Ну то есть Вот С этого Положения Цыгане Кажется Все В смысле Прям Вообще Все Да Хорошо Что прыгать Не нужно То есть Хаоситы Делают Супер Простую Клетку Хаоситы Делают Три Удара И У хаоситов Вообще Все Здорово Сейчас Еще Клавса Там Погладят Сбоку Но Привету Конечно Категорически Не везет Гол То был Простой Это Был 2 Плюс 2 Плюс 2 Р И Ладно Короче Цыгане Цыганам Не прет Ребят Но Это Уже Четвертая Игра Патриот Где Цыганам Не прет Карма Как-то Обиделась На Привета Не знаю С чем Это Связано Есть Есть Пару Догадок Но Не буду Их Вспоминать Лучше Буду Надеяться Что У Привета Наладятся Кубы У нас Довольно Мало Цыганов Рубле Поэтому Хотелось Бы Конечно Верить Что Они Что То Еще Смогут Грустно Ну Спасибо Что Нет Нет Цыгане Конечно Хорошо Зацепились За мяч Только Не уверен Что Им Это Сильно Поможет Повезло Вот Это Важный Удар Получилось Не Очень Здорово Вообще Может быть Шведу Сейчас Надо Просто Уйти В Закат Но И До Этого Момента Матч Выглядел Как Полная Жопа Но После Этого Матча После Этого Момента Матч Стал Какой Супер Жопой О Будет Подбор Игилой Но Могу Только Посочувствовать Привету То Есть Команда И так Уже Разваливалась Абсолютно А после Этого Момента Она Прям Вообще Поплыла Не Ну Убиватор Так Был Снеглой И Типа Условно Говоря Было Понятно Что Его Ждет Грустная Судьба Кстати Сыграло И Мб И Негла Ребят И Мб И Негла Сыграли То Есть Так Бом Просто Ушел В Колокол Условно А По Итогу Да Я Понимаю Швед Так Ты Правильно Сделал Что Не Кидал Потому Что Даже Если Цыгане Здесь Выбивают Мяч А у Них Тем Более Нету РР Они Не Могут Его Законтролить Так Что Тоже Ты Не Стал Тратить Мне Понятно Я В Этом Ничего Ужасного Не Вижу По Крайней Мере Ты В Более Выигрышной Ситуации Из-за Тоже Что Цыгане Сидят Без РР Хотя Ситуация Немножко Напряженная Стоит Признать Здесь Придется Чутка Помаяться Чтобы Домучить Все Я Вообще Видимо Дал бы Три Куба Вот Сюда Три Куба Вот Сюда Приятный Минус Кстати Три Куба Вот Сюда Чтобы Вот Этим Подобрать Дать Пас Воину И Вот Здесь Склепать Клетку Но Швед Видимо Будет Блицевать Кловсой Вот Сюда Наискосок Видимо Да Да Я Угадал Просто Этот Вариант Мне Меньше Нравится Потому Что Не Очень Понятно Куда Прятать Мяч При Моем Варианте Было Куда Прятать Мяч А Тут Конечно Немножко Придется Повазюкаться Пять Подпитываясь Напас Лучший Можно Было Сыграть Чуточку Осторожнее Ой 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 Стальные Нервы Правда Шестерка Так что Там Не Влияет Молодцы Цыгане Вытащили Практически Проигранную Игру Другой Вопрос Что Надо Сейчас Как-то Условно Говоря В 7 Человек А может После Лоссов 4 Человека Отбиться От Атаки Хаоситов Проблема В том Что У шведа Есть Блоджерная Агила У шведа Есть Агила С пасом Но Зато Какой Царский Кик Кик Царский Просто Швед Я Тебя Конечно Обидеть Не хочу Но Может Быть Стоило До Ударов На Лосе Сделать Забегание Ну Такой Нубский Вопрос Конечно Хотя бы Просто Обычных Козликов Завести Без ГФИ Ну Ну Как это Делают Все Стандартные Игроки В ББ Не Это Игрок Для Вкладки То То Ему Будут Давать Пас Он Будет Давать Вкладку Ок Мысля Правильная К ней Вопросов Нет А Это Дружеский Фолл Бороком Ок Я Уж И забыл О Бороке Так Ну В принципе Мысля Цыган Вполне Понятно Слушай Они В борьбу Поедут Да Это Красивая Игра Реально Блиц В борьбу На Он Очень Умный На самом Деле Только При этом Надо Помнить О том Что надо Еще Помарчить Вот Этого Паринка То есть Ему Тоже Можно Дать Пас Или Вот Этому Дать Пас Ну Блин Типа Они Правильно Убирают Прокладку Но тут Ж хватает Игроков Для того Чтобы Сделать Вкладку И все Остальное Ну То есть Ладно Швед 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 Хочет Покачать Нового Козлика Еще Хочет Попить Клавсой Еще И Травма Бороком Ай 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 МНГ Что-то Цыгане Совсем Склеиваются Вообще Редкий случай Когда Цыгане Удивительно Но одновременно Сыграли И умно Но Немножко Недальновидно Ай Опасно Три плюс Два плюс На гол Ребят Ух Прокатило И Швед Даже Клавсой Не стучит Ух Очень Тонкая Катка Очень Тонкая Катка Грустно За привета Но Швед Молодец Прямо Вот Под До Конца Честно Гра Мне Эта Каточка По Накалу Понравилась Даже Больше Чем Катка Рутурии Против Этого Уфиста Уж Это Пробой Был Веселый Давайте Глянем О господи Травма 31% Давайте Ради Интереса Глянем Че Там Теперь С Уху Я Напомню Что На момент Начала Сезона Они Стоили 2170 По-моему Даже Пока Мы Смотрим Я могу Сказать Точнее Сколько Они Стоили То есть Первый матч С Кенайтом Они Стоили 2120 Извините Они Стоили 2120 А пока Что Они На последнем Месте С одним Очком После Четырех Игорь И Вот В таком Вот Состоянии Когда У тебя Куча Мелких Неприятных Травм Потеря Лучшего Блицера Убиватора И Говно Жопа Ну че Что Что Стоили 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 Стоили